Наш канал, конечно же, в основном сконцентрирован на региональных новостях, региональных проблемах, на критике региональной власти. И это давным-давно все понятно, но, конечно же, мы не можем игнорировать те факторы, те события и те явления, которые касаются в целом всей страны. Башкирия не герметичный регион, она не изолирована от всей страны, и все, что происходит в стране, также влияет на нашу жизнь. Сейчас в данном случае я говорю о том, что на минувшей неделе стало известно, что в 35 регионах Российской Федерации вновь стали приходить повестки из военкомата о мужчинам призывного возраста. Военкоматы стыдливо объясняют это тем, что им, дескать, нужно сверить какие-то там данные в списках и в базах. Ну, немногие на самом деле верят в достоверность подобных объяснений. И все это на фоне того, что весенний призыв все еще не начался. Указа об этом призыве нет. Военные сборы также не объявлены, потому что они объявляются отдельным указом президента, и этого указа тоже нет. Зато есть указ от 21 сентября 2022 года о частичной мобилизации, который до июля все-таки не прекратил своего действия, и потому соответствующие выводы могут делать все, у кого есть хоть какие-то мозги в голове. В республике, а теперь и за ее пределами, продолжают обсуждать символическое падение купола-минарета мечети Ар-Рахим, которое случилось вечером 13 марта. Обсуждают и комментируют, конечно, все, кому не лень на разные лады, с разной степенью конспирологии и реального подхода. Не обсуждают и не комментируют это событие один человек в республике, и я говорю о Раде Хабирове. Многие уже упрекнули Раде Фаретовича в том, что он никак не комментирует и не объясняет падение этого купола, и не пытается спрогнозировать дальнейшие события и дальнейшие действия. Но тут я, к стыду своему, должен вступиться за главу региона и порассуждать на тему того, что на самом-то деле Раде Фаретовичу сказать здесь нечего. Уже однажды в 2018 году он рубанул с плеча и пообещал достроить мечеть. С тех пор огромное количество упреков в его адрес уже прозвучало о том, что он палец о палец не ударил для того, чтобы выполнить свои обещания. И теперь Хабиров молчит, как Чарли Чаплин, и никак не комментирует вот это событие. Тем временем все остальные участники процесса, конечно, уже высказались на эту тему. Духовное управление мусульман вяло обвиняет в случившемся строителей, которые, дескать, не докрутили какую-то там гайку, и потому купол отломился, упал и обрушился. Потому что строители, паникуя, впрочем, зря, начинают обещать, искропалительно обещать, на мой взгляд, что буквально в течение двух недель все будет ликвидировано и купол будет воздвигнут на место. На самом деле, конечно, это не так сложная инженерная конструкция. Восстановить и изготовить ее за такой короткий срок в принципе невозможно. Да и, собственно, с деньгами у всех проблемы. Заказчик духовного управления мусульман, очевидным образом, платить повторно за этот купол не собирается. У самих строителей, я имею в виду Алтын-Кураи, тоже на это все денег нет, а купол этот, как говорится, штука не копеечная. Ну, а жители, в свою очередь, и просто наблюдатели, очевидцы вот этого события все больше и больше склоняются к некой мистической версии случившегося, к тому, что это какая-то кара небес, что это предупреждение, что это знамение и так далее, и так далее. Но, так или иначе, разрушающаяся мечеть на въезде в город Уфу – это, пожалуй, готовый символ в принципе всей вот этой вот бестолковой, деструктивной, суетливой и туповатой эпохи правления Радия Хабирова, такого черного, на самом деле, периода в жизни республики Башкортостан. Остается нам уповать на то, что закон царя Соломона сработает и в этом случае, и как было написано изнутри на кольце у этого иудейского царя, и это пройдет в том смысле, что рано или поздно завершится вот эта эпоха, и исчезнет этот Хабиров с его ватагой, и в конце концов что-то изменится. Ну, надежды, как говорится, юноши питают. Мы очень рады, что наши подписчики, наши зрители понимают, как важна их помощь для нашего канала. Мы это видим потому, как люди нам помогают, мы благодарны за каждую копейку, которую нам перечисляют. Напоминаю, что мы существуем исключительно на те средства, которые наши зрители и подписчики жертвуют каналу. Всем огромное спасибо. Все, кто хотят помогать нашему каналу, могут делать это, к сожалению, единственным способом. Мы указываем расчетный счет в каждом своем выпуске, и на него вы можете перечислять нам ту сумму, которую считаете нужной. Раз в неделю 100 рублей, как подписка на журнал, как чашка кофе. Обязательно нужно указать, что это пожертвование. А пока мы покорно ждем исполнения закона царя Соломона, Хабиров и его ватага, его братва захлебываются бюджетной кровью региона, продолжая свою замечательную люксовую жизнь. Как сообщает издание проуфу.ру, на минувшей неделе стали известны новые нескромные затраты на содержание лично дорогого, дважды дорогого, очень дорогого радио Фаритовича. В частности, были опубликованы такие цифры. На охрану резиденции Хабирова тратится 833 тысячи рублей в месяц, а это примерно 10 миллионов рублей в год. На ремонт резиденции затрачено уже сейчас 6 миллионов рублей. На благоустройство резиденции затрачено 3 миллиона рублей. Уборка снега отдельно в этих резиденциях уже обошлась в 700 тысяч рублей. Услуги прачечные, только услуги прачечные, обойдутся бюджет Республики Башкортостан в 600 тысяч рублей. Ну и вишенка на торте, это обслуживание бассейна дорогого радио Фаритовича. Обслуживание этого бассейна стоит ни много ни мало, а 1 миллион 400 тысяч рублей. И все это, безусловно, в дополнение к крузаку, вертолету, шикарным банкетам, загранперелетам на отдельных джетах, в кожаных сиденьях и так далее, и так далее, и так далее. Как известно, дурной пример заразителен, и особенно он заразителен для подчиненных начальства, которые видят, как живет дорогой радио Фаритович, и, в принципе, начинают вольно или невольно копировать его образ жизни. 15 марта в Бурзианском районе был замечен прилет вертолета, все того же самого вертолета, за который бюджет Республики платит и платит гигантские деньги. И вообще за вертолетные перелеты мы тут, оказывается, задолжали ЮТРу аж целых 172 миллиона рублей, но никого это не беспокоит. И вот снова в Бурзяне приземляется вертолет. Из этого вертолета высаживаются люди, вовсе не одетые в деловые костюмы, а в спортивной одежде. И, как предполагают местные жители, это были некие чиновные туристы, которые прилетели туда отдохнуть на денек-другой. И действительно, через день прилетел все тот же вертолет, и тем же самым бортом довольные отдохнувшие туристы отбыли обратно в направлении города Уфы. Среди счастливых пассажиров этого вертолета были замечены Руслан Хабибов и, предположительно, его московский гость, некий Максим Уразов, который, как выясняется, трудится директором департамента физического развития и Министерства спорта Российской Федерации. Ну, как говорится, погуляли гости. Ориентировочная стоимость этого перелета, только одного перелета до Бурзяна и обратно, колеблется по разным оценкам от 470 до 700 тысяч рублей. Причем в эту сумму не входит стоимость шашлыка, бани, девочек и прочих удовольствий, которые сопутствуют отдыху чиновников. При этом визит чиновника из Москвы никоим образом не анонсировался, не фиксировался и не освещался ни в СМИ, ни в пресс-службе Министерства спорта Республики. Соответственно, можно предположить, что визит был частным. Но почему же тогда частный визит Максима Уразова сопровождался такими тратами для бюджета и перелета на вертолете? Совершенно непонятно. Я полагаю, что это готовый повод для Следственного комитета заинтересоваться этим перелетом, выяснить, на каких основаниях он был совершен, по какой причине, с какими целями и так далее. Не отстает от своего бывшего друга и бывшего начальника по части люксовой жизни и Саша Сидякин. На минувшей неделе стало известно, что этот ныне высокопоставленный функционер партии «Единая Россия», тот самый Саша Сидякин, который рьяно ратовал за аскезу для россиян, для скромности, для экономности, для бережливости в тяжелый период для Родины, когда все как один должны сплотиться, плести маскировочные сети, отливать окопные свечи и вообще экономить на всем, и ни в коем случае не выезжать за границу, не отдыхать на этих вражеских курортах. Так вот этот самый Саша Сидякин только в 2023 году, всего лишь за два с небольшим месяца, дважды посетил солнечный Таиланд со своей семьей. И что-то мне подсказывает, что вовсе не для того, чтобы налаживать работу и жизнь по хукетской ячейке «Единой России». Ну, собственно, мы, наверное, уже привыкаем к тому, что и «Единой России», вообще чиновничество и люди у власти в Российской Федерации начали жить по двойным стандартам уже на полную катушку. То есть нам с вами они советуют быть экономными, не покупать лишние джинсы, вообще-то, значит, есть два раза вместо трех раз в день, и, соответственно, отдавать все для фронта, все для победы, а сами при этом они свою жизнь проще и скромнее делать не собираются. И вот, как говорится, хукет вам в руки, и отдыхайте, пожалуйста, дорогие единороссы под солнышком Таиланда. То есть мы постепенно к этому привыкаем. А вот смиримся мы с этим или нет, как говорится, дело каждого и дело личное. Тем временем другая сторона власти, правоохранительная и судебная, тоже не дремлет. На минувшей неделе арбитражный суд удовлетворил иск прокуратуры о признании незаконным договора, передававшего электросети Стерлитамака, Салавата и Шимбаев в концессию некой ООШ-чки АСТ, которая происходит из Красногорска. Собственно, электросети, вот эти предприятия, которые были буквально накануне передачи в управление вот этой ООШ-чки, буквально накануне перед этим, они были накачаны бюджетными деньгами, отремонтированы все, что можно было, там были вложены колоссальные деньги в модернизацию, и тут же вот эти свеженькие предприятия, кстати говоря, приносящие ощутимую прибыль в бюджет районов, были переданы вот этой ООШ-чки АСТ. ООШ-чка АСТ, это очень примечательно, она из Красногорска, и если совсем не глубоко копнуть в суть ее учредителей и хозяев, то там совершенно отчетливо торчат уши Саша Сидякина, все того же Саша Сидякина. Арбитражный суд отменил эту концессию, и теперь, ну, в частности, сейчас пока речь идет о стерлитамакских электросетях, и теперь имущество стерлитамакских электросетей должно быть возвращено прежнему владельцу, то есть району. Если ООО АСТ и понесло какие-то убытки, то все вопросы, конечно, теперь должны быть адресованы господину Сидякину, и он пускай там с ними разбирается. Но действительно было бы уместно задать вопрос, что за эти несколько лет, которые ООО АСТ управляло этим предприятием, а на самом деле просто собирало платежи за электроэнергию, вот за эти годы, там, пожалуй, пару лет, деньги были собраны немалые. Кто-то говорит о том, что это примерно миллиард рублей. Вот нельзя ли как-то эти деньги тоже вернуть в бюджет? Нельзя ли возбудить парочку уголовных дел о нерасторопном и нерачительном распоряжении хозяйством и имуществом районов? Потому что администрации районов сейчас не смогли дать внятных объяснений, на каком основании и с какой мотивацией вообще это было передано. Предприятия, повторюсь, работали, приносили прибыль, не были убыточными, не были банкротными, зачем-то их передали. Тут еще, конечно, просматривается и роль господина Абдрахманова, того самого матершинника из Ишимбая, который разгонял лагерь на Куштау. Он тогда был главой Ишимбайского района, и, ну, естественно, при его участии передавались ишимбайские электронные и электрические сети в ту же самую концессию. И вот чиновники в Белом доме практически открыто говорят, что тогда Хабиров оставил этого ишимбайского матершинника на своей должности только потому, что он был ключевой фигурой при передаче вот этого имущества в концессию. Да и, собственно, и дальнейший карьерный рост этого матершинника тоже был, ну, истолкован именно вот этой его ролью при передаче концессии. Ну, на мой взгляд, одноходовочка очевидная. Между тем, в Москве Хабирову так и не удалось замять дело его свояка, Романа Бабаяна, и оно поступило в суд по обвинению этого Романа Бабаяна в мошенничестве на какую-то совершенно астрономическую сумму и на обвинение в подлоге документов. Родственнику Хабирова грозит до 8 лет тюремного заключения. И мне интересно, вне зависимости от исхода этого суда и вне зависимости от того, признают ли Бабаяна виновным, хотя там действительно правоохранители очень настаивают, вообще вот вся эта история, вся эта ситуация с родственником, который попадает под уголовное преследование, а возможно и под уголовное наказание, она не является ли вообще дискредитирующей для репутации Хабирова и так далее? То есть вот иметь такую родню, конечно, стремно. Хотя времена сейчас странные и неизвестно, плюс это или минус, так что будем вот эту ситуацию с Бабаяном наблюдать. Честно говоря, я полагал, что Хабирову удалось отмазать его, но оказывается нет. А вот самых известных задержанных чиновников на данный момент в Башкирии, это вице-премьера Беляева, он же министр ЖКХ, и министра строительства господина Кучербаева, на минувшей неделе суд отпустил из-под домашнего ареста, впрочем оставив им некие ограничения действий. Суть по всему, Уфимский суд посчитал Беляева и Кучербаева не опасными для общества и не способными каким-то образом сейчас воздействовать на ход суда, на свидетелей, на улики и так далее. Ну, как комментируют в социальных сетях это событие, и это на самом деле странное решение суда, комментируют так, что похоже, что дело идет к оправданию и дальнейшему награждению государственными наградами с возможным зачислением в батальон имени Салавата Юлаева. Я не знаю, таковали перспективы господ Кучербаева и Беляева, но мне очень интересно, как все это оценивают ФСБ, которое приложило немало усилий для того, чтобы все это дело размотать, расследовать и предъявить обвинения. Мне интересно, как себя чувствуют чекисты, в том смысле, что вот такую работу их, похоже, пускают под откос и всеми силами вытаскивают этих двоих добрых молодцев из-под уголовной ответственности за то, что, на мой субъективный взгляд, они действительно совершили. Судя по всему, чекисты не оставляют надежды зацепиться и размотать какую-нибудь ниточку коррупционных связей, которая привела их непосредственно к дорогому Радио Фаридовичу. После заходов на Башспирт, Управление капитального строительства, Министерство ЖКХ, Министерство строительства, после всех этих феерических заходов, выемок и обысков, на минувшей неделе Федеральная служба безопасности и Следственный комитет нагрянули в башки Рафтодор, флагман дорожного строительства, и там тоже случились выемки документов и определенные следственные действия. Ну, судя по всему, рано или поздно эта вся активность и настойчивость чекистов должна все-таки дать свои плоды по закону накопления энергии и перехода ее в другое состояние. В общем, держим пальцы крестиком и фигой, ждем, когда что-нибудь на самом деле у них получится, потому что вся эта история потихонечку начинает превращаться в комедию. Значит, они приходят, делают какие-то выемки, шум, гам вокруг, значит, пресса бегает и причитает, а потом выясняется, что все они там не виновники, ни в Башспирте, ни в Управлении капитального строительства, ни в МинжКХ, все абсолютно кристально честные люди, и пора их отпускать на свободу, извиняться и награждать орденами именно имени Салавата Юлаева или, хуже того, какого-нибудь еще генерала. После того, как в феврале на совещании в Белом доме заместитель министра строительства Артем Ковшов клятвенно заверил ради Фаритовича, что до конца 2023 года проблема обманутых дольщиков будет окончательно решена в республике, как, собственно, и поручил Владимир Путин. В общем, после этого пламенного заявления как-то ничего вообще в этой сфере не происходило, не совершалось и каких-то ощутимых результатов не было. Кроме, пожалуй, новости прошлой недели, когда стало известно, что мэрия Уфы все-таки сподобилась потребовать банкротства застройщика «Луч», того самого застройщика, который вел строительство вот этого знаменитого дома смерти на Кирово, кооператив «Дуслык», больше ста дольщиков. В общем, там как-то двинулся процесс. Возможно, застройщика признают банкротами, тогда, может быть, если хватит денег и так далее, и так далее, получат свои компенсации вот эти вот несчастные 100 дольщиков «Дуслыка». В остальном тишина, тишь да гладь и тревожное ожидание. Тревожное ожидание, особенно дольщиков ЖК «Московский», ЖК «Миловский парк» и, собственно, еще пары десятков крупных и мелких строительных объектов, где есть обманутые дольщики. И вот на этой неделе все тот же Артем Ковшов разразился загадочной сентенцией о том, что задача-то по ликвидации обманутых дольщиков, конечно же, будет выполнена, но если, вот это вот волшебное «если». И здесь я процитирую Артема Ковшова. «Если не случится серьезных экономических потрясений». Конец цитаты. Дорогой Артем, экономические потрясения не просто возможны в этой стране, они просто гарантированы нашему несчастному Отечеству во множестве и на долгие годы. И только идиот полагает, что что-то может быть иначе, понимая, что случилось и что сделали со страной в последний год. Так что вот это «если» на самом деле можно воспринимать как «обязательно». Так что похоже, что дольщикам многих объектов, а возможно и всех оставшихся, придется, как говорится в народе, обломаться, оплатить в конце концов ипотеку за несуществующее жилье, продолжить любить Владимира Путина и искать себе новые варианты для улучшения жилищных условий. Не успели еще отгреметь пышные похороны башкирского футбола, как забился в конвульсиях башкирский хоккей. Салават Юлаев безвременно вылетел из плей-офф Кубка Гагарина, почти не начав вообще этот плей-офф, проиграл какому-то там совершенно малоизвестному клубу, то ли «Арсенал», то ли «Арканзас», я уже не разбираюсь в этом деле. Но, в общем, вылетел Салават Юлаев. Хабиров немедленно встретился с игроками, с игроками и менеджментом команды. Очень смешно было смотреть на то, как это выглядело. Значит, сидели такие рослые, лохматые хоккеисты, нетипично переодетые в пиджаки. Между ними в центре сидел Ренат Баширов с напряженным каменным лицом, сосредоточенно вглядываясь в любимое лицо Хабирова. В общем, было это все очень нелепо, но при этом Хабиров постарался ободрить хоккеистов. Причем он заявил, что, хотя болельщики и ожидали другого результата, как он выразился, но зато команда показала, цитирую, «Боевой красивый хоккей». Ну, как говорится, отыскал Перл в куче навоза. Ну, конечно, хоккеисту Хабирову оно, конечно, виднее. Красивый был этот хоккей или некрасивый, я, честно говоря, не очень в этом разбираюсь. Я вижу только результат. Салат Юлаев больше не участвует в Кубке Гагарина, причем там это случилось впервые за много-много лет. Да и, собственно, красота – это категория исключительно субъективная, и оценивать ее можно по-разному, особенно в хоккее. Но в итоге то, чего ожидали болельщики, я имею в виду результативной игры клуба, конечно, не случилось, но еще болельщики ожидали, что все-таки Радзи Хабиров примет какие-то меры по изменению в кадровом составе и штаба, и менеджмента клуба, но этого не случилось. Дорогой сердцу Хабирова Баширов, судя по всему, скоро времени опять пригодится Хабирову, времена наступают смутно, и, глядишь, нужно будет поручить кому-нибудь и крышкой багажника хлопнуть. На минувшей неделе, как известно, мы опубликовали петицию за отставку мэра Уфы. Ну, во многом это была моя личная инициатива, потому что я действительно считаю, что все уже край, пора этого велосипедиста куда-нибудь отправить обратно в Нефтекамск, потому что, ну, реально мы уже тут натерпелись. К моему удивлению, подписи под этой петицией действительно ничтожно мало, на данный момент 529 человек подписали эту петицию, и, собственно, у меня нет сомнений в том, что значительно большее число людей в Уфе готовы избавиться от Мавлиева, не хотят видеть его в качестве мэра и так далее. Причина того, что эта петиция подписывается так медленно, конечно, может быть разной. В первую очередь, возможно, это и не оповещение, и люди не знают о том, что она существует, но мы всячески стараемся ее продвигать. Башкирские и уфимские СМИ набрали в рот воды и стыдливо отворачиваются, ну и бог с ними. Но все-таки тут нельзя сбрасывать со счетов и фактор страха. Тот самый фактор страха, который накапливался в жителях этой страны в последние сто с лишним лет, когда страшно было поднять глаза, страшно было что-то сказать, многим даже было страшно что-то подумать, и, безусловно, об этом нужно тоже, это нужно тоже понимать, и, наверное, надо учитывать. Но, в конце концов, наверное, должен наступить момент, когда люди не то что должны перестать бояться, а когда они поймут, что бояться это невыгодно для них самих. Еще раз напомню, что подписать эту петицию можно по ссылке, которую мы указываем в описании к этому видео. Также мы в телеграм-канале публикуем эту петицию, постоянно перепубликовываем, чтобы она была перед глазами. И все-таки хочется надеяться, что страх уйдет, что люди хоть сколько-нибудь научатся отстаивать свои интересы, свои права, потому что, ну, вот в данном конкретном частном случае, по-моему, все очевидно. Действительно, Мавлиев не справляется, действительно назначен был волонтаристским решением Хабирова только потому, что там, значит, сложились так обстоятельства, и надо было приятно сделать Сидякину и папе этого самого Мавлиева, а отдуваемся все мы, жители миллионного города Уфы. Стремительно и незаметно пролетели две недели, которые прошли с момента нашего крайнего стрима. И вот завтра, 19 марта в 21.00 у нас состоится очередной 79-й стрим «Открытой политики». Традиционно всех призываем завтра выходить в эфир, подключаться, общаться, задавать вопросы. Я постараюсь ответить на все. Также можно прислать вопросы заранее, и лучше всего писать их в комментариях под этим нашим сегодняшним видео. Их я точно все прочитаю и выпишу. Так что поговорим. Поговорить нам есть о чем, о той же самой петиции, о ситуации с ордером на арест Путина, и много-много-много чего происходит у нас в стране и в республике. Так что завтра погода будет холодная вечером, на улицу ходить не надо. Садитесь, подключайтесь, поговорим. Спасибо.